Ситуация на Пряженском накалилась до предела. Сегодня большинство работников предприятия вышли на забастовку. Причина недовольства – задержка зарплаты. Полностью со своими сотрудниками предприятие не рассчиталось еще за октябрь. Кому-то должны 50 тысяч, кому-то больше 100. На откровенный разговор с работниками руководство решилось только, когда забастовка началась не на словах, а на деле. Разговор в кабинете директора проходил за закрытыми дверьми в течение часа. Все это время в приемной сидели работники – бывшие и нынешние. Одни – чтобы узнать, когда придет зарплата, другие – когда получат расчет. Я только получила пособие за заработную плату за октябрь месяц. Вот ноябрь, декабрь и расчетные. 88 дней отпусков только, выходное пособие по отпускам. Ну, выплатят, я думаю. Но если не выплатят, подам в суд. Вот поэтому я сегодня здесь и пришла. Результаты уже появились вчера вечером, так скажем. Уже начали поступать деньги за октябрь месяц. То есть сентябрь погашен полностью. И я думаю, что октябрь, наверное, тоже. То есть как бы двинулась с мертвой точки от этого дела. Исполнительный директор предприятия Амир Тунгоев объясняет сложившиеся проблемы тем, что штат предприятия непомерно раздут. По нашей оценке, ну, для такого производства такой огромный штат не нужен. И помимо этого, тут есть еще внутренние моменты, которые тоже электричество, скажем так, да, самое простое, казалось бы. Тратится вовсю. Ну, корма у нас покупаем. Покупали за все эти времена. Когда можем, скажем образно, сравнительно, нам привезут сюда за 16 рублей килограмм. Мы покупали за 20. На кормах руководству сэкономить удалось. Но вот на коровах это сказалось не лучшим образом. Худые и грязные, они стоят на привязи. А на ферме нет даже опилок, чтобы подстелить под животных. Кашу давали. Кашу давали. Теперь все плохое. Сейчас у руководства одна надежда. До конца недели продать пушнину и на вырученные деньги окончательно рассчитаться с работниками. Между тем, в Минсельхозе Карелии отмечают, что только в этом году предприятие получило 27 миллионов рублей в виде субсидий из бюджета. 27 миллионов рублей субсидий вполне достаточно, к примеру, для того, чтобы закрыть все текущие вопросы предприятия и по заработной плате, и по налогам. Нужно лишь для этого грамотные управленческие решения и правильное финансовое планирование, технологические решения и так далее. Нынешнее руководство уверяет, они докажут свою эффективность и предоставят Министерству план развития. Сделают это, как только разберутся с внутренними проблемами. Через пару месяцев. Единственное, о чем можно сейчас уверенно говорить, предприятию придется затянуть пояса, а часть работников попросят на выход. Продолжение следует...